Здравствуйте, дорогие ребята! Я прочитаю вам рассказ детской писательницы Ирины Пивоваровой. Она автор многих юмористических стихотворений, а также у неё много смешных рассказов по Люси Синицыной, ученице третьего класса, весёлой и озорной девчонке. И сейчас мы послушаем один из таких рассказов. Он называется «Как меня учили музыке». Однажды мама пришла из гостей, взволнованная. Она рассказала нам с папой, что дочка её подруги весь вечер играла на пианино. Замечательно играла. И польку играла, и песни со словами, и без слов, и полонеза Гинского. А полонеза Гинского, сказала мама, это моя любимая вещь, и теперь я мечтаю, чтобы наша Люська тоже сыграла полонеза Гинского. У меня похолодело внутри. Я совсем не мечтала играть полонеза Гинского. Я в многом мечтала. Я мечтала никогда в жизни не делать уроков. Я мечтала научиться петь все песни на свете. Я мечтала целыми днями есть мороженое. Я мечтала лучше всех рисовать и стать художником. Я мечтала быть красивой. Я мечтала, чтобы у нас было пианино. Но я совсем не мечтала на нём играть. Ну, ещё на гитаре или на балалайке, туда-сюда, но только не на пианино. Но я знала, что маму не переспоришь. Мама привела к нам какую-то старушку. Это оказалась учительница пения. Она велела мне что-нибудь спеть. Я спела. «Ах, весенний мой сень!» Старушка сказала, что у меня исключительный слух. Так начались мои мучения. Только выйду я во двор, только мы начнём играть в лапту или в штандр, как меня зовут. «Люся, домой!» И я с нотной папкой тащусь к Марии Карловне. Мария Карловна учила меня играть, как на тоненький ледок выпал беленький снежок. Дома я занималась у соседки. Соседка добрая была, а у неё был рояль. Когда я первый раз села за рояль разучивать, как на тоненький ледок, соседка села на стул и целый час слушала, как я разучиваю. Она сказала, что очень любит музыку. В следующий раз она уже не сидела рядом на стуле, а то входила в комнату, то выходила. Ну а потом, когда я приходила, она сразу брала сумку и уходила на рынок или в магазин. А потом мне купили пианино. Однажды к нам пришли гости. Мы пили чай, и вдруг мама сказала, «А сейчас нам, Люсенька, что-нибудь сыграет на пианино». Я поперхнулась чаем. «Я ещё не научилась», — сказала я. «Не хитри, Люська!» — сказала мама. «Ты уже целых три месяца учишься!» И все гости стали просить. «Сыграй, да сыграй!» Что было делать? Я вывезла из-за стола и села за пианино. Развернула ноты и стала по нотам играть, как на тоненький ледок выпал беленький снежок. Я эту вещь играла очень долго. Я всё время забывала, где находятся ноты фа и ре, и везде их искала, и тыкала пальцем во все остальные ноты. Когда я закончила играть, дядя Миша сказал, «Молодец! Прямо Бетховен!» И захлопал в ладоши. Я обрадовалась и говорю, «А я ещё умею играть на дороге жук-жук!» «Ну ладно, иди пить чай!» Быстро сказала мама. Она была вся красная и сердитая. А папа, наоборот, развеселился. «Вот видишь!» Сказал он маме. «Я же тебе говорил, а ты полонеза Гинского!» Больше меня к учительнице музыки Марии Карловне не водили. Вот такой рассказ, ребята. Я думаю, вы все догадались, какие музыкальные способности были у Люси. До свидания. Всего вам доброго.